Последние приготовления. Устанавливают оборудование, в классах протирают парты. Все дышит свежестью и новизной. И это при том, что 38-й школе Барнаула уже больше полувека. Все полностью поменялось, потому что школа, посмотрите, какая она большая, считай, 4 этажа на каждом этаже по рекреации, плюс огромный актовый зал, столовая, то есть спортивный зал, библиотека. То есть все просто выглядит теперь супер, не похоже, как было раньше. Радует глаз, и это очень приятно. Школа в перспективном микрорайоне «Потока», что идет под застройку, наряду с шестью другими образовательными учреждениями города, попала в федеральную программу по модернизации системы общего образования. По ней из бюджетов трех уровней – федерального, краевого и городского – на капитальный ремонт барнаульских школ выделили 426 миллионов рублей. Семь школ у нас пошли по этой программе, были подготовлены проектно-сметная документация, и в марте мы объявили первые конкурсы. На эту школу было выделено более 50 миллионов рублей. Мы видим, что все деньги освоены, ремонты закончены. Ремонт – комплексный, подход основательный. Обновилось все – от коммуникаций до эстетического вида. Но школу ждут не только качественные, но и количественные преобразования. В ней смогут учиться не 700, как прежде, а сразу 900 детей. Я думаю, что для барнаула это жизненно необходимая программа, и мы очень рады, что она в городе осуществляется. И весь депутатский корпус, весь этот созыв седьмой работал над этим, чтобы эта программа развивалась. Мы сейчас присутствуем в школе после ремонта. Создается впечатление совершенно нового учебного учреждения, в котором придут дети с большой радостью 1 сентября и начнут учиться. Для повышения безопасности учащихся и уровня антитеррористической защищенности школе дополнительно выделили 2 с лишним миллиона рублей. Елена Макаренко. День с толком.